И сегодня же в Европе открыли мемориал памяти погибшим в брюссельских терактах. Установили его в так называемом Европортале. Напомню, год назад террористы ИГИЛ атаковали столицу Евросоюза после ареста организатора атак в Париже. Какие уроки вынес Брюссель и стало ли в городе безопаснее? Расскажет наш корреспондент Елена Абрамович. Вот это здание с флагами Еврокомиссия. Напротив, Европейский совет, а чуть далее Европарламент. Тут фактически находится сердце Евросоюза. А за 250 метров станция метро Мальбек. Та самая, которую год назад подорвали террористы. Это было утро рабочего дня. За полтора часа до взрыва в метро в 7.58 две бомбы затонировали в Брюссельском аэропорту. Погибли 32 человека. 300 получили ранения. Сирены скорой и полиции еще долго не умолкали. Из ближайших зданий евроинституций всех эвакуировали. Общественный транспорт полностью остановили. Также перекрыли границу с Францией. Скоростные поезда разворачивали назад. Полиция искала террористов. Уже вечером опубликовали фото террористов-смертников с камер наблюдения. А на следующий день установили их личности. Это были уроженцы Бельгии. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство». Об угрозе власти Бельгии знали и предупреждали давно. За два года, задолго до нападения, наши следователи и службы выявили многочисленные террористические сети, прежде чем те смогли что-то сделать. За несколько месяцев до атак у нас была операция в Вервье, где мы их остановили. Очень торопится, так как его всюду ищут и не хочет оказаться рядом с ним, написал в прессмертной записке один из нападавших. Имел в виду организатора парижских терактов, которого недавно взяла полиция. Спустя год бельгийские власти уверяют, вынесли уроки, ситуация более безопасна. Но угрозы все же существуют. С этим согласны и эксперты. К сожалению, по сравнению с прошлым годом, есть еще один момент. Это возвращение иностранных боевиков. Исламское государство сейчас проигрывает в Сирии и Ираке. И многие европейские бойцы едут домой. Это люди, которые имеют оружие и знают, как изготовить взрывчатку. Тем временем, к годовщине терактов в аэропорт приехала королевская семья Бельгии. Почтить память погибших и поговорить с теми, кто потерял родных. Это день, когда я потерял свою прекрасную жену. Я много раз спрашивал себя, что если бы мы выехали на 10 минут позже? Если бы ехали немного медленнее? Что если бы? Но произошло то, что произошло. За считанные секунды мой мир изменился. От радостного ожидания поездки в Нью-Йорк до ужаса, в котором я оказался. В Евроквартале открыли мемориал недалеко от станции метро Мальбек. Как и год назад, сегодня тут много полиции, а в небе кружат вертолеты. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Брюсселя, Европейское бюро телеканала Интер.